Всем-всем привет! Меня зовут Екатерина. И сегодня в своем видео мне хочется рассказать вам о своем заказе компании Faberlic по каталогу номер 3 2015 года. И давайте начнем. Заказ у меня был своеобразный. Я заказала сразу 3 туалетных воды и заказала немного новинок этого каталога. И начать мне хочется вот с такой туалетной водички Vendee Aventure для женщин. Здесь 30 мл. Во-первых, очень сильно порадовал флакон. Флакон очень красивый, очень граненый, такой своеобразный. Видно, что дизайнеры поработали на славу. И что касается запаха. Какие ноты я ощущаю на первом месте? На первом месте я ощущаю именно фруктовые ноты. И мне кажется, это такие некие грушевые ноты. То есть я чувствую запах груши. Не знаю, мое обоняние чувствует этот запах так. И на втором месте я чувствую цветочные ноты. Этот аромат очень легкий. Он очень нежный. Он очень женственный. Я считаю, что он подойдет женщине любого возраста. В любом возрасте этот аромат на вас будет абсолютно прекрасен. Потому что это действительно такой достаточно дорогой аромат. Он не дешевый. И при этом он такой неудушающий. То есть у меня не болеет от него голова, нет никаких раздражений. Я абсолютно свыклась с этим ароматом. Причем я его не тестила. Он пришел мне в подарок. Это был для меня такой аромат-загадка, аромат-сюрприз. Я не пробовала тестить ни пробник, ничего такого. Даже не читала описание этого аромата. Просто я знала, что это будет мой аромат и все. И действительно аромат превзошел все мои ожидания. Поэтому я с удовольствием буду покупать этот аромат еще. И следующий аромат тоже пришел в подарок. Уже мужской парфюм. Фаберлик интенс. Тоже потрясающий аромат, девочки. Но это уже аромат мужчины. Так пахнет сырая земля после дождя. Так пахнет лес после дождя. Так пахнет мокрый мох. Это потрясающий аромат. Он такой древесный. Он такой настоящий. Он очень успешный. Он очень такой целеустремленный. Именно такому мужчине, мне кажется, подойдет этот аромат. Моему молодому человеку этот аромат очень сильно понравился. Мне нравится также ощущать его на нем. Он просто полностью соответствует моему идеальному запаху для моего человека. Поэтому я с удовольствием тоже буду повторять этот заказ. Причем тоже пришел заказ, тоже не пробовали, не тестили. Тоже все понравилось. И вдогонку покажу вот такой вот парфюмированный гель для душа, для женщин. Венда Авентюр. Но он совершенно не соответствует запаху туалетной воды. Но пахнет тоже достаточно приятно. Но пахнет уже такими мыльными все-таки нотами. Я люблю упаковки этих гель для душа. Мне нравится, что здесь всего лишь 150 мл. Они хорошо пенятся. Меня все это устраивает. И их удобно взять с собой в дорогу. Вот эта такая красивая белая атласная поверхность. Гель для душа тоже очень хороша. Следующий гель для душа. Грациозный гиацид. Новиночка. Красивый фиалковый цвет. Запах тоже потрясающий. Немного горьковатый. Горьковатый сирене. Но, девочка, это очень-очень приятный аромат. Написано, что он будет охлаждать кожу. Тоже оставлю до весны. И немножечко, мне кажется, похоже на ароматные роли. Не знаю почему, но у меня вот идет такая вот ассоциация. И еще одна туалетная вода. Фиеста Дэвида. Вот этот аромат, он уже больше молодежный. Он более такой интересный. Он более своеобразный. Это аромат брызги, аромат счастья, аромат шампанского. Аромат такой беззаботности, аромат юности на мой вкус. Он немного такой кисловатый, немного солнечный. Такие вот ноты шампанского на мой вкус. Поэтому, мне кажется, этот аромат все-таки подойдет более молодым девчонкам до 25-26 лет. И следующий продукт, уже последний, это увлажняющая пудра для лица Триумф. Девочки, вот этот продукт я совершенно не поняла. Я заказала, мне очень хотелось попробовать эту пудру. У меня артикул, сейчас скажу, 62-41. Оттеночек бежевый, натуральный. Здесь есть спонжик. Место для спонжика. Как зеркальце, но это все как-то очень уж странно. Спонжик выглядит вот таким вот образом. Чем же эта пудра мне не понравилась? Я, когда ее нанесла, она у меня как будто растаяла на коже. Казалось бы, это должно быть хорошо, но она придала моему лицу какую-то желтушность. Мне это вообще не понравилось. На тональный крем, тем более, она мне все лицо как-то высветлила. Не придала ни бархатистости, ни матовости моему лицу. Поэтому я считаю, что это просто бесполезная трата денег. И она как будто, вот ты ее наносишь, она как будто скатывается. И в то же время она у тебя на лице тает. По-моему, это как-то странно. Не понравилась мне вообще вот эта пудра. Я ее, возможно, просто не поняла. Возможно, просто не мыла оттенок. Но вот как-то так. Это был весь мой заказ. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что уделили мне время. Всем пока. Я желаю вам удачи.